Итак, добрый день гостям подписчикам моего канала. Сегодня мы опять трудимся на даче. Сегодня я хотел снять обзор бани-бочка спустя три года. Как правильно выбрать? Все плюс-минус я снимал. Сегодня, простыми словами, бани-бочка после трех лет эксплуатации. Посмотрите, чувствует она отлично. Уже топили ее не раз. Посмотрите, хомуты, самое главное хомуты. Я уже во многих видео сказал, что осенью надо их немножко ослаблять. Я раньше так не делал, но вот у меня два хомута. Разорвался анкер, теперь я всегда буду ослаблять вот эти хомуты. Далее, посмотрите, здесь как я красил тогда дополнительно. Хоть она и бани-бочка была защитой, каждую доску обмакивали в растворе специальном. Но я сам дополнительно еще обработал раствором. Вот эта краска я снимал, обзор как я обработал. Посмотрите, все нормально. Ставил я на плитку вот эти лаги. Лаги все целые. Гниения, никакой плесени нет. Единственное, посмотрите, она плачет. Но она уже, вот видите, это сосна, хвоя, хвойные деревья. Никуда от этого не денешься. Единственное, что она плачет. Снаружи, в принципе, все нормально, без изменений. Вот эта вот рабица на солнце слиплась, посмотрите. Еще сильнее. И давайте зайдем вовнутрь. Как я показывал, дверь у нас металлическая была. Здесь щиток, розетки. Здесь, посмотрите, тоже есть отверстие. Вообще, это как душевая, предусматривалось как душевая. Ну, у нас здесь, посмотрите, просто снять какую-то куртку, как раздевалка. Вход. Здесь, посмотрите, емкость у нас с водой. Дополнительно мы наливаем полную емкость, мы черпаем. Здесь как можно что-то такое, как раздевалка. Прихожая. Вот, прихожая. Далее идем. Здесь, смотрите, как отличный вариант. Это баня 6 на 6 метров. Здесь отличный вариант. Я показывал, здесь можно вот эту баню трехсекционную, можно взять, чтобы вообще жить. Если на даче, как вы покупаете участок с нуля, негде жить, можно купить эту баню. Отлично. И жить здесь, и париться, и мыться. И также еще для всяких лопаток вот здесь можно даже найти место. Потому что вот этой полки, полки переначально, вот это не было полочки. Полочку я сам эту делал, добавлял, что-то вешал, мелочевки вот эти. Это все я сам вешал, расходники, всякие полочки. И посмотрите, здесь тоже есть свет. И здесь я показывал в другом видео. Здесь вот этот стол поднимается, и делается одна большая кровать. Вот здесь. А так тут в полный рост можно ложиться. То есть мы помылись, в полный рост легли, отдохнули, попили чай. Здесь тоже есть розетка вот там внизу, без проблем. Полочку вот такую я повесил. То есть тут все. Тут стоит вот лампочка, как это, магнитофон. Можно вполне жить без всяких проблем. Это комната отдыха была. Дальше здесь окно можно открыть на проветривании. Это комната отдыха. Посмотрите, в полный рост, в полный рост я вот так вот помещаюсь. Можно спать или собрать одну большую кровать. Далее. Здесь, смотрите, полочка. Я гелий, шампунь, чтобы они не нагревались. Храню здесь. Здесь же два ключа на 17, чтобы подтягивать вот эти хомуты. Далее тоже здесь внутри такая вот как полочка. Можно тоже что-то помещать. Далее, посмотрите. Ну тут у нас, опять же, емкость для воды, которая нагревается. Здесь у нас окно, которое можно открыть на проветривании. Далее емкость тоже для воды, которая мы мешаем и холодную с горячей водой. Тут, посмотрите, таз. Мы вот в этом тазу моемся. Здесь, посмотрите, черпак для подавания на камни воды и кипятка. Здесь запарник для веника. То есть, ну и вот стульчик у нас для ребенка, чтобы он сидел и вам мыть. Здесь, посмотрите, тоже всевозможные полочки. Подголовник у нас. Посмотрите, здесь для мочалок. Мы вешаем мочалки, термометр. И здесь тоже еще один тазик. Здесь, смотрите, кочерга. Ну и сама по себе печь гриль-дэ, она просто вообще классная. Вот она. Подзольник, зола и сама вот печь гриль-дэ с камнями. Без проблем, все работает. Три года, полет нормальный. Единственное, посмотрите. Единственный минус, я посоветую, слегка постоянно набухают, то подсыхают двери. Но если в комплектации, лучше возьмите такие, они как из жесткого такого стекла сами. Вот их можно, и лучи их взять дополнительно. Вот хотя бы в парилку за 10 тысяч дверь такая из стекла жесткого, такая непрозрачная. Чтоб не мучиться с этой дверью. Но дверь тоже я, в принципе, без проблем. Она делается, ремонтируется. Так, три года прошло, я говорю, минусов. Я только единственная дверь, маленький минус. Так, посмотрите, вот обратите внимание, опять в парилке. Никакой гнили нету. Единственное, смотрите, вот эта вот смола. Смола, смола, вот здесь, посмотрите, тоже выделяет вот эта вот смола. Она плачет. Так гнили, гнили вообще нигде никакой нету. Она не гниет. Все абсолютно нормальное. Минусов пока я никаких не заметил. Три года полет нормальный. Мне эта баня очень нравится. Ну, что еще хочу сказать. Смотрите, вот сливные отверстия я делал дополнительно. Сливается у меня прямо вот на плитку без проблем. Одно отверстие было, я сделал второе отверстие. Вот эти вот лаги поднимаются. И вода сливается прямо на плитку. Тоже все просыхает. Все обычная классическая баня. Еще один плюс, она очень быстро протапливается, прогревается. Очень экономно, много дров не надо. Все прогрелось, мы помылись, пошли в комнату отдыха, отдохнули. Плюсы трехсекционной бани. Плюс трехсекционной бани в том, что здесь и односекционная, она 80 с чем-то тысяч. Но тут, посмотрите, сразу мы выходим на улицу. А здесь мы вышли в прихожку после того, как помылись, попарились. И в комнате отдыха мы отдохнули, попили квас, чай, лимонад, все что угодно. И спокойно пошли уже. Можно или здесь спать, или мы у нас еще в вагончике, если пока дом не построен. Вот такая вот баня-бочка, и мы остались довольны. Плюсы, минусов мы никаких не заметили. Итак, на сегодня все. Всем, кому понравилось, как всегда, подписываемся и ставим лайки. Всем пока!